В Калачевском районе оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 36-летний ранее судимый местный житель в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанес многочисленные удары по голове своему знакомому, который впоследствии был госпитализирован в больницу. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело, задержанному грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Очередные факты незаконных операций с наркотиками были пресечены волгоградскими полицейскими. В рамках проводимой на территории региона операции МАК в Ленинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У 37-летнего неработающего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли полкилограмма марихуаны, которую мужчина хранил для личного потребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А у жителей Серафимовича оперативники изъяли более одного килограмма растительного наркотика. При этом оказалось, что наркотики мужчина выращивал на своем огороде. Там оперативники обнаружили более 30 кустов коноплей. Наркодельцу теперь придется отвечать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса за хранение и культивирование наркотиков. В Тракторзаводском районе мошенники обманули пенсионерку и похитили у нее свыше 1 миллиона рублей. На мобильный телефон женщине позвонил неизвестный и представился работником банка. Звонивший предложил обезопасить сбережения от несанкционированного списания и перевести их на так называемый безопасный счет. Неподразумевая обмана, Волгоградка перевела деньги на номера расчетных счетов, которые ей в телефонном разговоре продиктовал неизвестный. Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов, будьте внимательны. Помните, что сотрудники банка никогда не просят осуществлять перевод денежных средств на безопасные счета. Не впадайте в панику от услышанного. Всегда перепроверяйте информацию.